Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Пока мы ждем ваших звонков, мы с Алексеем про какие-то свои насущные темы, истории, ситуации говорим. — Ну да, как говорится, по следам и по мотивам тех каких-то встреч, консультаций, в которых я участвую, о которых я узнаю от коллег в каких-то таких разговорах. Может быть, читаю. Ну, в общем, вопросы, имеющие психологическую подоплеку, они постоянно в нашей жизни есть. Оказывается, что они, в общем-то, для многих людей достаточно важны. Оказывается, со временем. То есть сначала в спорте, в работе, в семье, да, кажется, что вот какие-то вещи, ну, уж точно психики не касаются, да. А потом оказывается, что это очень важно. — Ну и можно, наверное, говорить о том, что специалисты, которые, ну, чуть-чуть хотя бы даже уже прикоснулись к изучению темы психологии, процессов, которые происходят в душе у человека, они становятся такими наблюдателями, где они в повседневной жизни видят, в каких ситуациях, да, в каких взаимодействиях между людьми проявляются те или иные стороны, какие могут возникать вопросы. — Не знаю, иногда диагностируют, если уж специалисты, которые с подготовкой специфической именно, да, в плане психологии, или могут представлять себе, что вот если бы вот пришел человек ко мне на консультацию, возможно, у него был бы вот такой запрос. Бывает такое с вами? — Ну... — Ну... — Или вы пережили, может быть, в начале своей карьеры эти вопросы, сейчас уже таких фантазий нет в вашей жизни? — Вы, наверное, имеете в виду ситуацию, где... ситуацию дикой или необъявленной психотерапии, я бы так ее сказал. — Ну, это когда, наверное, на начальном этапе, не зря вы об этом сказали, специалист все время с собой таскает чемоданчик со своими инструментами, ну, психолог свои какие-то инструменты, и где угодно, в кафе, на пляже, ну, то есть в местах, которые не относятся к его рабочему месту, вдруг он на родительском собрании еще где-то, вдруг он начинает, может быть, сам не замечая, а может быть, наоборот, с восторгом и удовольствием, потому что в этом смысле у других людей нет этих чемоданчиков, и они... этот чемоданчик явно дает ему преимущество. Он с удовольствием начинает пользоваться тем инструментарием, который у него есть, да, и порой бывает достаточно успешен, потому что разговоры о психологии, о психике, тем более, если они... содержат личный опыт самого человека, вот, они достаточно популярны. Одна из моих недавних консультаций, я сейчас вспомнил, где женщина говорит о том, как она долго не ездила, не попадала на встречи, ну, как она выразилась, девушек, ну, то есть, девушек, женщин, то есть, это как такое, как сказать, мероприятие, ну, не знаю, они поехали ходить по горам, или они поехали там йогой позаниматься на ковриках, ну, и одновременно поговорить, да, ну, там, коллектив из пяти-шести... Да, разные люди собрались, вот, встретились, там, что-то поделали, и при этом, ну, очень важные социальные вещи друг для друга совершили, то есть, поговорили о своих семьях, поговорили о своих браках и об отношениях с детьми и с супругами, рассказали друг другу, ну, какие-то, может быть, нюансы и подробности, которые психологи или психотерапевты, когда становятся специалистами у людей, они не сразу могут услышать такие истории не в первый день, ну, это такой, вот, мы уже говорили, феномен попутчика в поезде, да, где ты видишь человека, может быть, первый и последний раз, в какой-то доверительной ситуации, может быть, в хорошем месте, на природе, в общем, ты ему рассказываешь, он тебе рассказывает, и вот в этом есть такая социальная, нормирующая, я бы так сказать, функция, люди друг другу задают вопросы, дают советы какие-то, особенно если, ну, как вот мы начали говорить, у человека есть этот чемоданчик, а сейчас, ну, продолжается бум, психологического образования, причем оно стало, скажем так, приобретать разные маски, коучинг, тренерство, трудно назвать профессии, связанные с сферой услуг, например, парикмахер, специалист по ногтевому сервису, и так далее, и так далее. Это те сферы специалистов, которые контактируют с другими людьми, и по моим данным, очень часто, ну, достаточно часто, люди, занимающиеся в такой сфере услуг, ну, поглядывают в сторону психологии, и иногда делают уверенные шаги туда, да, и тогда появляется, ну, там, специалист по ногтевому сервису, и закончивший какие-то курсы психологии, да, он, это позволяет ему лучше понимать клиентов своих, поддерживать какой-то разговор, иногда они кардинально меняют свою, скажем так, траекторию, да. Алексей, верну вас, возвращайте, да. Уходим мы, верну вас к той женщине, которая, вот, вам рассказала историю о встрече с девочками. Угу. Что вы хотите еще? Я не знаю, вы начали эту историю говорить, в чем было продолжение? А, продолжение было в том, что психология, ее много, и она, вот, ну, под разными масками, и люди друг к другу, вот, с этими вопросами обращаются. Эти чемоданчики, явные или неявные, эти знания, я хотел сказать, да, они продолжают проникать, и вот этот бум мы в некотором смысле продолжаем переживать. И лексикон соответствующий нами осваивается, нами, как сообщенностью людей, мы начинаем говорить о защитах, о сопротивлениях, психопатиях, о нарциссизме, этот нарцисс, этот абьюзер, тут созависимое отношение, тут расстройство пищевого поведения, тут панические или фобические атаки, ну, и так далее, и так далее, да, тут лудомания, ну, то есть, вот, сам лексикон, сам словарный, ну, не весь, но какой-то специфический запас, вот, он тоже проникает, поэтому это у нас такая длинная, да, сегодня предыстория по поводу того, о чем мы здесь пробуем говорить. Почему? Мы пробуем говорить о том, что психология рядом. Во-первых, во-вторых, я надеюсь, я вот сейчас подумал, что во всем этом многообразии, по крайней мере, для меня это мысль корректная и важная, стоит сохранять, ну, если, ну, какую-то упорядоченность, то есть, как-то, как-то во всем этом, как-то это выстроить для себя, чтобы это в кашу не превратилось. Вот, и я наши с вами разговоры, Елены, вопросы наших телезрителей воспринимаю как раз, как попытку превратить, может быть, в череде наших передач, превратить этот разговор о психологии не, ну, какой-то такой цепочкой разговоров, а, ну, чтобы вырисовывалось что-то такое определенное, какое-то отношение, может быть, к психике человека, к психике собеседника, к психике другого человека, ну, и к своей собственной. Хорошо, вот, из актуального, то, что происходило в предыдущие дни, не знаю, сегодня, есть вот что-то интересное, о чем мы могли бы поговорить? Ну, я могу озвучить, а вы попробуете выбрать, может быть, попробуют выбрать наши коллеги, наши телезрители, да, призываем вас к активному участию, мы готовы обсуждать любые темы, до которых у нас даже, возможно, идеи пока нет с Алексеем, или руки не дошли. Ну, на этой неделе были актуальными вопросы о том, кто я, ну, кто я, это вопрос, который задает себе человек, который приходит. почему важно стало задавать этот вопрос? Обычно этот вопрос возникает, или часто этот вопрос возникает в ситуации, когда человек обнаруживает, что он с определенной регулярностью, с определенной, в таком колесе и исполняет какие-то ролевые позиции, исполняет какие-то роли, существует, как кто-то, как супруг, как сын, как жена, как мама, как хорошая работница на предприятии. Вот. И вот там, в этом существовании возникает какой-то зазор, где человек замечает, что ему все это перестало как-то нравиться. Он или несвободным себя во всем этом чувствует, или безжизненным во всем этом чувствует, да, или требовательность к нему, как ему кажется, со стороны увеличилась. Ну, то есть, люди ему говорят, ты плохо исполняешь свою роль, давай-ка исполняй лучше, да. И у человека начинает вот этот вопрос зреть, и он его задает, да, кто я. И это еще вопрос, связанный очень часто с чувством неполноценности. Мы как-то с вами, я помню, как-то заговаривали, что мы хотели подбирались к этой теме, да. Чувство неполной ценности, то есть, моя ценность неполная. У меня есть, видимо, какое-то представление, я продолжаю эту логику, да, у меня, видимо, есть какое-то представление о том, что такое полная ценность, ну, так мог бы сказать, или иногда говорят пациенты, да, а моя ценность неполная, моя ценность какая-то частичная к этой полной ценности. И человек ищет, чем он может себя дополнить до полной ценности. Ну, например, он может себя дополнить статусом, то есть, человек занимает властью, деньгами, Дногим кажется, что им вот этой вот нехватающей до полной ценности составляющей, как раз этой составляющей являются деньги, да, вот были бы у меня деньги, я бы себя, не знаю, чувствовала или чувствовала уверенной, хозяином этой жизни, но практика показывает, что вопрос просто не так очевиден вот в этом ответе как раз. Не так очевиден, не так очевиден. Встречаются люди, которые очень успешно, являются очень успешными коллекционерами банковских билетов, но это почти никак не сказывается на их ощущении полной ценности. То есть, вопрос о том, кто я, они так себя, вот, ну, это не один случай, я буквально говорю, это такое переживание, что я коллекционирую, у меня большая коллекция, да, кто-то собирает марки, кто-то собирает там еще что-то, да, машинки, модели, склеивает. Я собираю банковские билеты, у меня их много, но это собирательство не вдохновляет меня так, чтобы моя жизнь как-то кардинальным образом изменилась. И единственное, я испытываю напряжение и желание собирать их еще больше, да, и я думаю, что все нормально с этой позицией, просто их не так много. Вот этот вопрос не так много, он же, ну, совершенно условный, потому что... А для чего много, да, для чего слишком много. Вот, Интересно, когда мы говорим с вами об этом чувстве неполноценности, у него же могут быть разные формы проявления, взять человека, который не приступает к какому-то новому делу, не знаю, не ищет работу, сидит дома, но почему-то ему кажется, что он лишен каких-то ресурсов. И есть тоже другая сторона, мы с вами как-то вот в ней программы обсуждали, как может комплекс неполноценности проявляться. Но это была гипотеза, но тем не менее, когда люди постоянно на протяжении жизни развивают и развивают свои компетенции. Нужно быть суперпрофессионалом в своем деле. Иногда тоже непонятно для чего, где границы, как будто бы эта уверенность в профессиональной сфере тоже что-то компенсирует. Ну вот это интересный для меня момент о том, что у этого ощущения или переживания неполной ценности себя, возникшего причем в детстве, у него ну как может быть сейчас сказали бы есть ресурсная или позитивная сторона. Почему позитивная сторона? Потому что ну скорее этим людям аплодируют. Да? Позитивная сторона потому что аплодируют. Что значит аплодируют? Ну эти люди действительно пытаются и когда я говорю эти люди это не какая-то категория особенных людей. Да? Мы ну немножко с вами как и в большинстве передач что-то укрупняем и что-то как-то грубо собираем. Перебью Алексею на сынок. Да. Здравствуйте. 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 Вы в эфире мы вас слушаем представьтесь пожалуйста. Меня зовут Надежда. Надежда здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Да, да говорите. Да, я хочу вам спросить что я уже 20 и живу постоянно в трассе. С перебоями слышно вас Надежда. Если можно еще раз. Может быть вы куда-то подойдете к окну где-то поищите. Слышно было что вы долго живете с чем-то. В страхе. В страхе. В страхе. Да. Да. Вы знаете у меня столько болезней и мне кажется что я не живу а только постоянно лечусь но не вы вы А ваш страх он о чем Надежда? Страх не не а особенно если когда спаз салит оттуда Надежда у вас эхо я прошу прощения у вас у нас эхо может быть вам выключить телевизор или убавить его потому что фонит и тогда будет звук лучше слышно если я правильно технически да 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 я как-то поздравляю поздравляю с поздравляю я была с ним попугана а только когда буду сильно связывание в север убав в течение хотели со мной то чтобы уйдется неоднократно это срыв и меня согласиться не переставалось перевозить для невроза Продолжение следует... Спасибо за вопрос, Надежда. Я сейчас не буду задавать встречные вопросы, но вас правда было очень плохо слышно. Я полагаю, что... Ну, я что-то услышал. Вот, может быть, Елена мне поможет. Я полагаю, что своими вопросами мы скорее запутаем моим вопросом. Да, ну вот из того, что услышали. Да, очень плохая связь. Я услышала слова «срыв», «невролог» и вот то, что постоянно приходится к врачам обращаться. И вот Надежда переболела ковидом, после которого состояние вот стало очень тяжелым. Все время все болит, и она плачет. Как-то я так вот кратко, да? Ну, связь действительно была очень плохая. Прежде чем ответить, Елена, я хочу вас спросить, а какие чувства у вас возникали, когда вы слушали Надежду? Можете сказать об этом? Ну, сопереживание, сочувствие, как человек, который тоже переболел ковидом и знающий, что после этого все болит. Но при этом мне хотелось помочь, дать Надежде, Надежду, что из этого тоже можно выбраться и это можно тоже преодолеть. Ну, а все-таки позанудствую немножко, сопереживание и сочувствие, ну, я переживаю с кем-то, да, я сочувствую кому-то, а какому чувству, можете сказать? Ну, какому-то одиночеству, отчаянию, наверное, Надежды. Почему-то я представила, что она одна живет в квартире, хотя я не знаю, откуда у меня появилась эта фантазия. Может быть, она и живет с кем-то, но как будто бы по ощущениям она одна, ей не с кем разделить эти чувства. Еще одна из фантазий, где, возможно, ее близкие, видя ее состояние на протяжении длительного времени, уже не так внимательно относятся к ее жалобам или к описанию симптомов. И она не знает, куда уже вот пойти, кому принести вот эти свои переживания. Я вот почему спросил, Елена. Может быть, я сейчас слишком контрастно об этом скажу, но по сути это так. То, что вы почувствовали, это для психотерапевта, для консультирующего психолога, и есть во многом тот вопрос, который Надежда принесла бы на консультацию, если бы она пришла. Но у нас в некотором смысле здесь не консультационное пространство, но механизмы действуют те же. То есть она задала вопрос, что мне делать, но по сути ее запрос, вот он не такой очевидный. Я бы так сказал, врач-клиницист, то есть врач, занимающийся телом, может быть, задумался бы и попробовал бы Надежду еще раз исследовать, ну, по-хорошему, да, чтобы посмотреть, диагностировать, чем она болеет, чтобы дать ей лекарства и, ну, отправить домой, чтобы она лечилась. Я бы так сказал, все, пропьете там таблеточки, две недели будет, у вас страшно. Да, приходите, да. В этом смысле врач-психотерапевт, психолог поступил бы прямо противоположным образом. Он бы сказал, испытывая те чувства, о которых вы говорите, он бы попробовал выяснить основания для этих чувств. Он бы попробовал выяснить, и для этого ему нужно было бы Надежде сказать, не вот вам совет, говорит, приходите через две недели, когда воспользуетесь, потому что фактически Надежда говорит, дайте мне что-нибудь, да, и я, ну, пойду лечиться там, условно говоря, да. Врач-психотерапевт сказал бы противоположную штуку, никуда не уходите. Давайте мы посидим, у нас есть время, у нас есть, мы никуда не торопимся, давайте попробуем разобраться, да, что такое происходит. И там, наверное, за вот этими жалобами, за вот этим описанием, что происходило с Надеждой, вот есть вот это вот, вот эти переживания, о которых вы начали говорить, и я их почувствовал тоже, да, я мог бы сказать, что там и ощущение бессилия, и ощущение одиночества, и ощущение страха, и ощущение вопроса смысла вообще, а зачем это все, куда это все, да. Ну, конечно, когда живешь с ощущением, что ты свою жизнь тратишь только на то, чтобы бороться или сопротивляться болезням, которые тебя одна за другой там одолевают, ну, действительно задаешься вопросами смысла вообще, а зачем все это. Зачем и почему так происходит? Почему в моей жизни так происходит? Почему в жизни другого человека так не происходит? То есть я хочу сказать, что мы выслушали, ну, какую-то часть того, что, причем, что характерно, да, сама связь была настолько неустойчивой, да, с помехами, и моя фантазия в данном случае о том, что связь надежды может быть с самой собой, внутренняя она тоже с какими-то помехами, то есть мы слышим, она слышит в себе вот, ну, боль, болезни этих органов, да, но там есть, вероятно, что-то еще, что побудило... Да, она говорит, вот, я живу в страхе, то есть, но я понимаю, о чем вы говорите, как мне кажется, то есть там есть еще и другие чувства, которые, возможно, не названы, но они вот находят свое выражение в этих болезнях, то есть это связь души и тела. Она же есть, и вы как специалист, работающий с душой, это узнаете со всей очевидностью, наверное. И в этом плане тогда, если и стоило бы давать какой-то совет или какую-то рекомендацию, как-то откликаться на... На запрос, по сути. На вопрос надежды, да, я буду абсолютно здесь неоригинален и посоветую обратиться надежде к специалисту. И я сейчас попробовал объяснить, зачем это нужно делать, пометуя наши предыдущие разговоры. Это нужно как раз к специалисту, я думаю, что еще раз, и еще раз, наверное, буду говорить, что у нас сейчас в городе, ну, достаточное количество специалистов на любой вкус, кошелек или отсутствие кошелька, это важно сейчас тоже, да, расположение и так далее, и так далее, и так далее. Мужчины, женщины, молодые, пожилые, такого направления, сякого. Но есть ли действительно бесплатные ресурсы, просто нужно поискать? Я постоянно... Толисты гранта выигрывают как раз для того, чтобы оказывать помощь бесплатно на безвозмездной основе. Ну, у нас по-прежнему, насколько я знаю, есть центры семья, и у нас по-прежнему есть диспансеры психоневрологические. Я знаю, что часть людей боится, но, ну да, на мой взгляд, необоснованно, куда можно прийти. И так есть психологические службы, есть телефоны доверия, которые тоже владеют информацией, куда можно пойти с тем или иным вопросом. И вот в этом плане, Надежда, один из моих, назовем это так, пациентов, я сейчас поясню, людей, которые приходят в кабинет психотерапевту, после того, как они устали ходить по моим коллегам, соматическим врачам. Я абсолютно не хочу сказать, что они зря ходили до этого. Естественно, не зря. Там какие-то диагнозы есть, какие-то назначения, медикаменты. Очень часто они приходят просто с горстью таблеток, или очень часто они приходят с большим количеством документов, обследований и рекомендаций специалистов, где эти рекомендации не сильно согласованы друг с другом. Вот этот мне сказал, вот это пить, вот этот, вот это, вот этот через это объясняет. Вот. И поэтому, ну, вот этот разговор о тех переживаниях, о которых обычно нет места и времени говорить, когда тебя выстукивают, когда рентген... Да, у врача 15 минут, по-моему, по нормативам, которые он может... Ну, это от врача тоже зависит, да, от того, как он понимает свою работу. Вот. Поэтому страх это... Страх это к нам, я бы так сказал. К нам, к моим коллегам, психологам, психотерапевтам. И вот это, наверное, вот это начнется с разговора о тех переживаниях, которые вы сейчас в себе обнаружили. Я думаю, что наши телезрители тоже что-то почувствовали определенное, да, если они не закрылись ширмой. А, ну, если это страх тебе, там, к неврологу, да, или, там, если у тебя, там, в животе болит, ну, сходи к гастроэнтерологу, да. Если тебе плохо, там, еще куда-нибудь сходи. Вот. Такая попытка отгородиться, да, от переживаний. Вот. Ну, действительно, спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. И сегодня я делаю такой вывод. Мы уже делаем передачу достаточно давно, но люди, которые, оказывается, охвачены своими вопросами, не знаю, болезни тела или переживаний души, они все равно не всегда знают, куда обратиться. И нам, наверное, действительно нужно время от времени обсуждать и напоминать, говорить про организации не только за деньги, но и бесплатно. Будем повторять. Да. Спасибо. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. До свидания.